Продукция белорусского расследовательского центра для Белсат ТВ. Усё валится и усё падает. Валится российский фондовый рынок, валится российский рубель, а ли валится и американский фондовый рынок, и навод криптовалюты. Что отбывается? Как это всё будет отбиваться на наших с вами гомонцах? В эфире передача «Экономика с Чалым» с вами уластный Сергей Чалый. И Станислав Ивашкевич. Витаем. Добрый день. Распродавали просто все активы. Фундаментально оценки рисков вложения в белорусские активы оценивают хуже, чем надёжность вложений стран, которые могут оказаться воюющими между собой. Что-то поменялось безвозвратно. По сути дела, речь идёт о возвращении долгосрочных трек. Да, Федеральная резервная система будет повышать процентные ставки в этом году, и этого будет недостаточно, чтобы с инфляцией справиться. Это всё была полемика с невидимой нам другой стороной, которая предлагала нас банку, что вы какой-то ерундой занимаетесь. Лучше я вас заставлю, чем нас всех вместе заставят. Итак, на початку фронтовые вестки с полёву. Так мы, звичайно, скажем фигурально, маченовая вестки с белорусской экономики. А ли тут, с оправдой, ситуация максимально наближенная до войны, яка оплывая на сусветную и белорусскую экономику? А ворка про рост напруженности на украинско-россейской мяжи. Что там отбывается, як это всё уплывая на экономику света и на нас? Да, судя по всему, действительно напряжённость растёт, и количество войск российских стянутых границ постоянно увеличивается. Я так понимаю, там уже за 100 тысяч перевалило уже состав личный, который там находится. В общем, пишут, что это же не обаякие войски. Да, именно так. Вплоть до того, что сами американцы говорят, по их данным разведки, там будут задействованы войска, которые имеют опыт боёв в городах. Спецназ и так далее, плюс тяжёлая техника, которые едут, мы все видели эти кадры, едут с Дальнего Востока и так далее. В общем, всё сложнее, знаешь, как это, развернуться назад. Ну и на самом деле, когда мы рассказывали, помнишь про то, что что-то странно ведут себя мировые рынки, включая падение российского рубля, включая падение российского фондового рынка. Прошлая неделя это было довольно сильное падение, там несколько дней подряд сильное падение акций, там буквально доходило до десятка процентов за неделю. Вот, причём широким фронтом падение шло, то есть понятно, что это не какое-то отдельное событие, это распродавали просто все активы, что есть. Вот, то же самое с облигациями происходило, то же самое с рублём. Особенно интересно это то, что, значит, это всё происходит на фоне роста цен на нефть, причём нефть находится сейчас на довольно рекордных уровнях, то есть если смотреть, это вот буквально локальные пики там предыдущих лет. И вовсю уже говорится о том, что без всякой даже особой геополитически напряжённой ситуации несколько инвестдомов рассматривают возможность роста цены нефти до 100 долларов, а, значит, Дж.П. Морган говорит о том, что в случае, если реализуется какой-то силовой вариант, то и до 150 этот рост возможен. Вот. И вот ещё раз говорю, что на фоне вот этого роста цен на нефть падает российский рубль. Это, ну, довольно необычный. Вы должны быть на дворах. Конечно, это необычная ситуация, и это может происходить только в том случае, если у них одинаковая причина. То есть обычно рост цен на нефть – это какая-то фундаментальная штука, связанная со спросом к предложению. Теперь мы понимаем, что это просто опасность, закладывается опасность, ну, повреждение вот этих самых путей, да, возможных. И, соответственно, через эту же угрозу геополитической стабильности идёт и влияние на российский рубль. По поводу вероятности этих событий на самом деле, мне кажется, всё ближе к этому идёт. И просто когда столько много пороха, то там любая искра может эту ситуацию взорвать. Но в любом случае для того, чтобы оценивать последствия, нужно какие-то весовые коэффициенты этому придать. И вот примерно этим, значит, занимался инвестиционная компания «Венессанс Капитал». Это просто вот, ну, я напомню, что эта компания из вот инвестдомов российских, она традиционно считается лучшей по ресёрчу. Так вот, «Венессанс Капитал», значит, говорит о том, что в случае, если какие-то военные эскалации начнётся, введение жёстких санкций по вот этому типу пакета Менендеса, который может быть, и вот там интересно, что они говорят, что вероятность военного сценария, они дают 15%, и в 40% это вероятность сценария мягкой эскалации. Какие последствия для этого, они говорят? Ну, первое, это, конечно, отток капитала из рынков, да, из активов российских, который, они говорят, может достичь величины, примерно сопоставимым вот с предыдущей эскалацией 2014 года. Вот, соответственно, влияние на обесценение рубля, они говорят о том, что до 20% это может происходить, и, соответственно, опять же, по сценарию 2014 года, соответствующий ужесточение денежно-кредитной политики Центрального банка, ну, который вынужден будет тушить пожар и, так сказать, останавливать панику. То бишь, падение может произойти до 90 рублей российских за доллар. Ну, мы понимаем прекрасно, что через механизм валютной корзины, через то, что это для нас очень важный рынок, там поневоле белорусский рубль будет следовать за российским. Ну, просто это мы помним, опять же, и по опыту 2014 года. Помнишь, когда с весны российский рубль падал, белорусский рубль стоял, тем самым накапливал потенциал этой девалюации, которое, собственно, и проворалось в декабре. Все, тогда погнали в Россию машину. Конечно, да-да-да. И второе – это то, что моментально перестала продаваться наша молочка. То есть там очень четко было видно, какой уровень курса двустороннего российского рубля и белорусского нужен для того, чтобы эти товары на полках снова стали привлекательными. Именно в России. И Украина как раз, почему я снова говорю, что это именно закладывание риска гиперполитического конфликта, потому что украинские облигации падают быстрее, сильнее, глубже, чем российские. Ну, естественным образом, потому что, как бы, предположительно для Украины последствия могут оказаться более серьезными. Силу просто неравных сил, как мы понимаем, да. Вот особенно превосходство в авиации и так далее. Значит, вот. Но что интересно, то есть если смотреть графики еврооблигаций, да, действительно, украинские облигации падают довольно сильно, но, и это вот интересная вещь, предыдущее дно, довольно сильное падение, это было, конечно, всем понятно, это весна, март 2020 года, вот это вот пандемийное падение, ну, когда на всех рынках в мире был, значит, ужас, пожар там и так далее. После этого был довольно сильный отскок, и вот сейчас украинские облигации падают, но они не взяли предыдущий низ. То есть ситуация не рассматривается столь же катастрофической, как тогда. Просто для сравнения, поведение белорусских еврооблигаций, оно совершенно другое, чем украинские. То есть весь прошлый год происходило падение, да, действительно, был спад весной 2020 года, отскок после него и последующее падение, они находятся ниже вот этих низов, которые были весной 2020 года. Которые были за пандемией. Да, и причем вот, как сказать, упали туда и там лежат. Это действительно так звучит, что фундаментально оценки рисков вложения в белорусские активы, при том, что она формально никак в этом конфликте не завязана, да, по другим причинам, которые, как бы, власти считают уже давно отсутствуют, оценивают хуже, чем надежность вложений стран, которые могут оказаться воюющими между собой. Ну, может быть, там в кругу закладается то, чтобы Лукашенко быть вымушенны выступить на боку Путина? Да, но тогда это не объясняет падение в течение всего прошлого года. Вот о чем речь. То есть это явно фундаментальные штуки. И еще одна интересная тема, которую мы частично касались, это история, связанная с криптовалютами. Произошло довольно сильное падение, опять же, широким фронтом. И степень падения такова, что с ноябрьских пиков, исторического максимума, который он был, это падение уже, то есть цена уполовинилась. Значит, считается, что количество денег, которые суммарно были потеряны не на одном биткоине, имеется в виду, там же много всяких других таких токенов, приближается к триллиону долларов США. Почему важно то, что происходит на рынке криптовалют? Потому что теперь мы понимаем прекрасно, что все разговоры о том, что это какой-то хедж против инфляции, против угроз мировой финансовой системе или что-то еще, это все просто пустые разговоры. На самом деле это такой окончательный рискованный актив. И потому что происходит на рынке самого доступного всем рискованного актива, становится понятно, каково в целом, как вообще на мировых рынках изменилось отношение игроков к риску. Что-то поменялось безвозвратно. И, кстати говоря, мы же видим, что прошлая неделя ознаменовалась довольно сильным падением именно на американском рынке как раз вот этих вот высоколетающих акций. Когда на самом деле падало почти все, это очень широкое падение, причем настроения уже таковы, что все те акции, которые были в максимальном фаворе, в максимально модными на росте, они страдают сейчас больше всех. Две очень интересных акций, по которым видно, как изменились настроения, это компания Netflix и компания Peloton. И обе были компаниями, которые больше всего выиграли от вот этого вот пандемийного ковидного мира. То бишь, когда ты заперт дома, то ты что делаешь? Если ты самый ленивый лежишь на диване, то ты смотришь сериалы подряд, соответственно, Netflix. Если ты страдаешь от того, что не можешь что-то делать на улице, то ты крутишь педали на своем велотренажере. Обе эти компании дали прогноз о том, что у них не очень хорошо бизнес будет идти дальше, и они получили просто чудовищное падение акций на самом деле. Вполне возможно, что вот это движение, взлет и падение до почти тех же уровней, откуда это начиналось, говорит о том, что вся вот эта вот тема, она уходит просто. То есть один из таких показателей, которым нужно следить, это розничная, динамика розничных продаж. Если смотреть на долгосрочный график, там довольно сильное проседание после пандемии, потом резкий взлет и подъем выше тренда, по понятным причинам. То есть люди покупают товары, не имея возможности. То есть спрос ушел из сферы услуг в основном, покупку товаров. То сейчас, по сути дела, речь идет о возвращении на долгосрочный тренд. То есть то, что было драйвером основным нашего экономического роста, и которое, собственно, спасло вот это экономическое чудо. Экспортный суд. Да, 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 которое нивелировало, как сказать, спрятало наши собственные внутренние структурные проблемы, это тоже подходит к концу. Второй момент, если уж так заканчивать совсем тему рынков мировых, это поведение доллара. Довольно необычная ситуация, связанная с тем, что, ну, как бы все понимают, что инфляция во всем мире, и особенно в США, это уже не какая-то инфляция транзитивная, то есть рекордные значения, мы про это говорили, там, с 80-х годов. Так вот, реакция рынка облигаций, на самом деле, на вот эти вот рекордные новости по инфляции, да, и данные, которые поступают, была довольно слабенькая. О чем это может говорить? Это говорит о том, что, скорее всего, будущее повышения процентных ставок на рынке облигаций уже заложено там. Обычно инфляция, она всегда приводит к ослаблению твоей собственной валюты. Вот этот феномен, когда доллар никак не реагировал, а потом начал проигрывать всем валютам, при этом облигации никак не отреагировали, это означает, что рынок закладывает то, что, да, Федеральная резервная система будет повышать процентные ставки в этом году, и этого будет недостаточно, чтобы с инфляцией справиться. Отрываться с того, что ты кажешь, это то, что, в сути, с растущей инфляцией, когда американская Федеральная резервовая система почти не поддавается ставке, то, случайно, это отбивается на развивающихся рынках так, что оттуда уцекают инвесторы, хвалят эвальвации. Ситуация выглядит на следующем. Ну, вот, 22-й год довольно, на самом деле, тревожно. Ну, и тогда логичное питание, как это все будет отбиваться на наших с вами гаманцах в приватности на белорусской экономике. А вот тут как раз самое интересное, для того, чтобы понять, так быстро ответить я не смогу, для этого нужно рассмотреть еще одну очень интересную тему, которая, скорее всего, вертится вокруг того, как будут реагировать наши экономические власти на вот изменяющуюся ситуацию, на необходимость политически обеспечивать экономический рост, потому что состоялось расширенное заседание правления Национального банка. Там был отчет, естественно, за достигнутые показатели 21-го года. В том смысле, что, знаешь, себя не похвалишь, никто не похвалит. Вот мы справились, вот мы развернули тенденцию оттока депозитов. Вот у нас население не только начало возвращаться в депозиты, но и стало нет-то продавцом валюты. И нехватка ликвидности, на самом деле, у белорусских банков. И эту проблему, в общем, как бы начали решать. Решили настолько успешно, что действительно сейчас, как бы, белорусские банки залиты просто рублями. Это видно по всему. Это видно потому, что они не предъявляют спроса на деньги Национального банка. То же самое видно по межбанковскому рынку. Сейчас, значит, там активность практически нулевая, то есть никому деньги не нужны. Теперь главная проблема банковской системы заключается в том, что, да, ликвидности хватает, но ликвидность короткая. Это деньги Центрального банка национального. На неколький месяц. Конечно, максимум. И депозитные деньги, которые тоже очень короткие. Кредитование населения росло, на самом деле. Причем, главным образом, за счет кредитов на покупку недвижимости. Есть простое объяснение этому, потому что вложение в недвижимость люди рассматривают как альтернативную возможность запарковать свои средства, если ты не доверяешь банковской системе, особенно если у тебя крупные какие-то средства. Это косвенное свидетельство того, что доверие долгосрочное к банковской системе все-таки вернулось не до конца. Больше того, сами они в своем докладе, они же как раз и говорят о том, что, да, тенденцию сломать удалось от тока средств, но главным образом за счет поднятия процентных ставок. Наша догадка заключалась в том, что вот это вот возвращение в рублевые инструменты, в депозиты и превращение населения в нетто-продавца валюты во второй половине прошлого года, это именно реакция на дифференциал процентных ставок. Разницу между валютным и рублевыми, которая довольно сильно выросла. То есть это спекулятивные деньги на самом деле. Атримансовый откажет, финансуйте проекты предприемству реального сектора. И даже у нас банк говорит об этом, банком, что давайте, мы же вам все сделали, мы же вам все поправили. Так, банки кажутся, у нас эти гроши только на пару месяцев, а ранее долгие гроши, яке можно выдавать на долгий термин, брались за межой. Такие довольно дорогие, але тем не менее, хоть это было. Была махчимость такая взять на долгую грошу. И второе возражение, которое у них есть, связано с тем, что говорите, ну давайте кредитовать надежных заемщиков. Окей, мы готовы кредитовать надежных заемщиков. Ну мы же увеличили долю, на самом деле, кредита реальному сектору. Ну посмотрите, у нас и доля необслужимого кредита выросла. О каких же тогда надежных заемщиках может идти речь? Я настаиваю на том, что это сейчас самое главное, такая что ли, ну развилка политическая. По какому направлению пойдут наши экономические регуляторы, экономические власти. И об этом, кстати, пишет сам Назбанк в другой публикации в своем банковском вестнике. И она же тоже не просто так появилась. Там человек, который возглавлял отдел исследований Национального банка. Оказывается, значит, это же было неспроста. Это все было полемика с невидимой нам другой стороной, которая предлагала Назбанку, что вы какой-то ерундой занимаетесь. Вы занимаетесь только финансовой стабильностью, там, ценовой, там, монетарной и так далее. А у нас, вон, реальный сектор загибается. Как же финансовая стабильность с заводом? Вот, например, давайте ее расширим и будем рассматривать, что, скажем, вы еще и за это будете отвечать. Вот. То есть, атака на, как сказать, на независимость Национального банка сейчас, судя по всему, идет довольно серьезная. Вот. Некоторые деструктивные каналы даже публикуют, значит, сливы таких вещей, как, например, письмо неожиданно, да, заслуженного банкира Петра Петровича Прокоповича, да, героя Белоруссии. Который, в принципе, и есть и банки. Автор этой модели, конечно. Модели просто друковать, друковать гроши, девальвация, друковать и все. Ведь чем интересен именно Прокопович и его письмо? Кто, как не он, должен, вот, появление его фигуры должно олицетворять, что, как сказать, силы сторонников вот этой вот теории, как я ее называю, сторонников секты канализации денежной эмиссии, значит, как сказать, в аппаратном весе довольно сильно растут. И суть этого письма же какая? Он говорит, у нас нет сейчас длинных денег, да, в связи вот с этими санкциями и так далее, да, значит. Этих длинные деньги раньше мы брали за рубежом, не надо их брать за рубежом, не надо брать и на стороны кредиты. А почему бы нам, говорит он, скажем, для инфраструктурных вложений, ты же понимаешь, через что он заходит? Финансирование дорог и мостов. И мы же говорили о том, что это же сейчас будет большущая проблема. То есть это такое, как Европейский банк реконструкции. Раз, и после того, как мосты начали, наконец, трескаться и сыпаться. То есть это серьезная политическая проблема. Он заходит, по сути, скозыречь, как бы бьет самую больную точку. Говорит о том, что для этого не грех и денег напечатать. Ну, а если что-то не напечатать, опять же логика какая, мы не берем иностранный кредит, потому что возвращать надо. А эмиссию зачем возвращать? Ну, действительно. И когда сам Нацбанк устами своих руководителей, своим коммерческим банком говорит о том, что, ребята, мы все для вас сделали, идите кредитуйте. Это же на самом деле почему он делает? Потому что он понимает, что идет на сам Нацбанк политическое давление. А какого черта? Ну, где ресурсы? Где кредитование? То, как отринуться в короткотерминовой перспективе, будет отбываться, хочется, что ослабление белорусского рубля, осуществует интенсивность, что мы бачим, с геополитичной ситуацией. А у середньотерминовой перспективы мы рискуем убачить резкое ослабление рубля в выпадку, когда приймут с Пропанова Прокоповича вернуться до другого гроша. Да, я бы сказал так, что действительно сейчас перед Нацбанком стоит очень простая дилемма. Хорошего выбора нет. То есть каждое из решений, которое приходится делать, они имеют негативные последствия. Нацбанк говорит, коммерческие банки, лучше я вас заставлю, кредитуйте. Да, мы понимаем, что это приведет к ухудшению вашего кредитного портфеля. И просто эту рызаку отнесе участь. Да, в случае чего мы надеемся, что как-нибудь там вам поможем. Лучше я вас заставлю, чем нас всех вместе заставят те, кто еще хуже представляет себя о том, что можно в экономике делать, чьи советы уже многократно были испробованы и последствия которых были просто чудовищно разрушительными. Каб не пропустить новые выпуски передачи «Экономика с Чалым». Подписывайтесь на телеканал БелСАД в Ютьюбе и социальных сетях. С вами был Сергей Чалый. И Станислав Ивашкевич. До встречи. Всего доброго. Гэтая программа была створена Белорусским расследовательским центром для БелСАД-ТВ.